Дорогие друзья, добрый день, уважаемые слушатели Директ-Академии. Первый мой вопрос, как хорошо меня видно и слышно. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, если все нормально. Дорогие друзья, добрый день, уважаемые слушатели Директ-Академии. Так, вижу. Ну вот, три плюсика вижу, уже хорошо, значит. Ну что ж, продолжим тогда. На этой неделе нас ждет, как всегда, напряженная программа вебинаров. Ну а открываю неделю я, как спикер. И позвольте, как всегда, мне сначала выступить в роли организатора и рассказать вам о тех полезных ссылках, которые я разместил в самом начале нашего чата. Первая ссылка ведет на главную страницу нашего сайта, где расположено расписание наших вебинаров. И в этом расписании вы можете зарегистрироваться на любое онлайн-мероприятие до конца нашего учебного года, до июля месяца. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, на котором расположено уже более 450 записей наших вебинаров. И запись этого вебинара тоже ведется, и будет туда тоже положено. Так что подписывайтесь на наш канал, чтобы быть в курсе того, что происходит в Директ-Академии. Третья ссылка ведет на страницу онлайн-курсы Директ-Академии. И в настоящее время на ней представлено 11 онлайн-курсов, один из которых запускается прямо завтра. Это курс Марина Орешко «Информационные технологии в библиотеке» и не только. Так что спешите, если вы хотите поучаствовать в этом курсе. Ну и, наконец, последняя ссылка ведет на страницу выдачи сертификатов, где вы сможете получить сертификат сразу после окончания нашего сегодняшнего вебинара. Я хотел бы также представить вам три следующих мероприятия, которые состоятся на этой неделе. Завтра, 2 апреля, в 16 часов по московскому времени, Марина Орешко «Даешь взаимодействие, интерактивные плакаты и презентации». Да, я прошу прощения, я сказал неправильно, перепутал. Курс Марина Орешко не завтра начинается, а послезавтра. А завтра ее очередной вебинар, на котором она в том числе немножко расскажет и про свой курс тоже. Вебинар 3 числа, 3 апреля, в 12.00 по московскому времени, Анна Бирюкова, которая уже проводила у нас один вебинар, очень интересный вебинар, кстати, был по Википедии. Еще один вебинар будет, вики-статья об организации, как избежать типичных ошибок. Вебинар будет про то, как работнику ВУЗа или библиотеки или любой другой организации сделать статью о своей организации и не наступить при этом на грабли, которые расставлены практически всюду. Ну и, наконец, 4 числа с вами снова буду я. И мой вебинар «Больше чем галерея. Арт-портал в школе и ВУЗе». Про мой любимый проект «Арт-портал и артотеку». Ну что ж, а сегодня мы перейдем к теме нашего сегодняшнего вебинара, который называется «Библиотека Non-Fiction. ЭБС для публичных библиотек». Библиотека Non-Fiction является одним из производных продуктов компании DirectMedia. Напомню, что компания DirectMedia и ее главные… Ну, во-первых, мы являемся агрегаторами контента, во-вторых, мы издательство. Ну и как агрегаторы контента наш основной флагманский продукт называется «Университетская библиотека онлайн». Ну, в том виде, в котором он есть, этот продукт в основном представляет интерес для вузов и техникумов, для колледжей. Вот. А для того, чтобы контент, наш контент, тот контент, который мы агрегировали, был бы интересен публичным библиотекам, мы создали продукт, который называется «Библиотека Non-Fiction». И я сегодня расскажу о том, чем этот продукт характеризуется, чем отличается от нашего основного продукта. Несколько общих слов. Нами создана на этой платформе уникальная коллекция большинства жанров нехудожественной литературы, в основном нехудожественная литература, поэтому и называется наш проект «Библиотекой Non-Fiction». Книги предоставляются по модели комплектования по требованию пользователя, о чем я сегодня как раз и расскажу, что позволяет пользоваться максимально широким ассортиментом, оплачивая при этом только востребованные книги. Ну и доступ к библиотеке осуществляется как со стационарных компьютеров, так и с мобильных устройств, и из любого места, где есть интернет, хоть из помещения библиотеки, хоть из дома. Вот наш адрес, адрес «Библиотеки Non-Fiction». Строится он по традиционной нашей схеме, к нашему основному домену второго уровня «Библиоклуб». Приписывается специфический префикс, в данном случае это «lib», соответственно, адрес «https» «libbiblioclub.ru». Вот главная страничка библиотеки Non-Fiction, и она представляет собой упрощенную версию университетской библиотеки онлайн, в которой убрано все лишнее и оставлено только то, что может быть интересно посетителям, абонентам библиотеки, публичной библиотеки. Наверху, как и во всех наших продуктах практически, область поиска. Собственно, это основной инструмент для того, чтобы искать книги в данном нашем продукте. Снизу выбор «рубрикатор» и, собственно, сами книги, которые представлены по принципу сначала новинки, а потом то, что вы ищете, в зависимости от того, что вы там выбрали. О составе немножко пару слов. Библиотека содержит в настоящий момент более 65 специально отобранных изданий, более чем 300 издательств России, Белоруссии и Украины. Цифра эта постоянно растет. Я вот помню, еще осенью докладывал о 60 тысячах, вот сейчас уже 65 тысяч. Книги предоставляются по модели комплектования по требованию пользователя. Да, но об этом я уже говорил, а подробно скажу чуть попозже. Вот тут список подключенных библиотек. Ну, не буду его активно озвучивать. Издательства, как я сказал, уже более 300 издательств. Ну, вот некоторые из них. «Книжный мир», «Атланты», «Русское слово», «Этерна», «Прогресс традиция», «Белый город», «Ман Иванов Фербер», «Репол классик», «Пальмира», «Проспект» и так далее. Ну и, разумеется, наше издательство «Директ медиа» представлено всеми своими электронными книгами. Здесь, более того, наши электронные книги стали входить в бесплатный пакет. Так что это произошло с зимы этого года. Так что возможности пользователей библиотеки еще более возросли. Ну, вот тут внешний вид читалки приведен. Он достаточно прост и, наверное, привычен для тех, кто обычно пользуется электронными книгами для чтения. Слева содержится оглавление, а справа, собственно, само поле чтения, в котором также можно искать уже по тексту книги. Можно переходить вперед-назад на одну страницу, на любую страницу, либо вперед до конца и назад до конца. Также можно увеличивать, уменьшать масштаб просмотра. Можно взять текстовый кусочек из книги, если не изменяет память. А, текстовый кусочек – это конкретные страницы. То есть это уже не сверстанный текст, а текст, который можно копипейстом куда-то перенести. Можно распечатать страницу и можно поставить закладку. Закладки, разумеется, сохраняются между входами и выходами, между отдельными сессиями входа и выхода в продукт. Кроме книг, которые, разумеется, составляют основной контентной составляющей библиотеки Non-Fiction, у нас представлена периодика и представлено около 300 актуальных тематических журналов с глубиной архива до 5 лет, включая актуальные новинки. Новинки, правда, не по всем журналам есть, только по тем, которые хорошо нам отдают эти новинки, потому что иногда журналы придерживаются такой политики, что новинки отдавать попозже, не месяц-месяц. Ну, с кем удается договориться, новинки тех журналов есть. У остальных журналов появляются номера с некоторой задержкой, скажем так. Так, вот, и для лиц с ограниченными возможностями имеется более 2400 аудиокниг. Ну, аудиокниги – это наше такое контентное содержание, с которым мы работаем не только в библиотеке Non-Fiction, но и в других формах, скажем, в других продуктах, скажем, в университетской библиотеке онлайн у нас есть не только аудиокниги, но и даже аудиоучебники по гуманитарным направлениям. Вот, ну и в библиотеке Non-Fiction тоже входят аудиокниги. Большой, скажем так, нашей гордостью являются тематические коллекции. Это некие сборники книг, которые отобраны специальными редакторами, книголюбами, специалистами в конкретных областях. В университетской библиотеке онлайн у нас 182 тематические коллекции, в библиотеке Non-Fiction их почти 100, ну, потому что не все они подходят под направление, некоторые тематические коллекции связаны с обучением больше. Вот, в каждой коллекции примерно от десятка до полутора сотен различных книг. И такие коллекции стоит предлагать вашим абонентам в том случае, если тема, по которой они обращаются, которая им интересна, она, ну вот, либо точь-в-точь подходит под название, либо немножко, может быть, от него отличается. Тематическая коллекция – это замечательный выбор в том случае, когда, вот когда есть такое соответствие, потому что в этом случае, даже искусно используя подбор книг в каталоге или поиск, их вряд ли тот человек, который хочет что-то найти, найдет все эти книги. Не каждый из них по названию ищется, или по ключевым словам, или по содержанию, да, а тем не менее, она, вот они сформированы в такие коллекции, и прямо из них можно, можно черпать эту информацию. Ну вот внешний вид интерфейса этих коллекций. В них собрана в основном классика, золотой фонд гуманитарной классики по истории, филологии, философии, культурологии, искусствоведению, этнографии, религиоведению, по естественным дисциплинам и так далее, и так далее. Ну вот сейчас я примеры таких коллекций приведу. Это вот отдельная книга из одной из коллекций. Широко представлена в коллекциях мемуарная и биографическая литература. Ну вот просто очень широко представлена. Я в свое время эти коллекции просматривал там. Это как раз те коллекции, где вот под сотню разных книг в коллекции может быть. Ну вот здесь приведены варианты таких коллекций. Мемуары государственных деятелей, воспоминания театральных и музыкальных деятелей, воспоминания ученых и обученных, воспоминания о морских путешествиях, конец Российской империи, глазами ее генералов и политиков, мемуары золотого века русской литературы, по истории. Вот, например, одна из великолепно иллюстрированных раритетных изданий находится в коллекциях древности российского государства. Вот это уже в просмотре. По истории, ну, наверное, история представлена наилучшим образом, причем не только история России, но и, например, военная история. вот на... в прошлом году... Нет, прошу прощения, не в прошлом году, а еще у нас в 14-м году вышла к дате, к 100-летию начала Первой мировой войны. Вот у нас вышла коллекция под названием Первая мировая война. Есть коллекция, посвященная Второй мировой войне под названием «Неизвестная война». Ну, есть история Украины отдельно, последние дни императорской семьи, ну и многие другие исторические коллекции. История России подробно представлена произведениями известных российских историков Карамзина, Костомарова, Соловьева, Ключевского. Ну, и науке посвящено тоже достаточно много. Есть у нас математика в лекциях и задачах. Коллекция называется «Золотой фонд естественно-научной классики». Классики науки, биология, физиология, химия, математика, физика, астрономия, геология. Есть естественные науки в популярном изложении, занимательные науки, головоломки, самообразование на досуге, создаем и конструируем сами, популярная науке. Аудиокниг, насколько я смотрел коллекции, аудиокниг там нет. Это отдельный жанр. Ну, и вот то, к чему я имею непосредственное отношение, это совместные проекты «Комсомольская правда» и «Директ-медиа». Тематические коллекции «Великие художники», «Великие музеи», «Великие архитекторы». Ну, об этом, да, почему я к этому имею отношение? Ну, не непосредственно к представлению этих шикарных книг в составе библиотеки «Нонфикшн», а скорее вот расскажу об этом 4-го числа в составе другого нашего продукта и проекта «Арт-портала». Да, ну, просто я к этим книгам, скажем так, неровно отношусь. Очень-очень хорошие, интересные книги с большим количеством иллюстраций. И, в общем, для тех, кто любит искусство, это кладезь просто. Да, ну вот, «Великие музеи». Про архитекторов я не сделал здесь отдельно слайд, но они тоже присутствуют. «Музыкальная шкатулка». Большое количество собраний нотных у нас есть, и они у нас тоже представлены в разделе «Музыкальная шкатулка». Ну вот, например, можно... посмотреть и при необходимости распечатать ноты какого-нибудь произведения. Есть коллекции, посвященные религиям, в том числе там такие... такие издания, как «Толковая Библия», издания, посвященные исламу, буддизму и другим религиям. Ну вот здесь вот, например, представлена коллекция «Буддизм». Аудиокниги представлены в большом... Это я уже не про коллекции говорю, а отдельно. Вот видите, тут выбор в каталоге. Представлены аудиокниги, некоторые сказки, другие всякие произведения в аудио формате. Ну, я не буду говорить про популярность этого формата. Он в настоящее время достаточно хорошо используется и потребляется в разных ситуациях, скажем так. Ну, например, при поездках, в транспорте и в прочих ситуациях. Ну, и немножко по поводу интерфейса. В самом низу нашего сайта есть две инструкции. Для библиотекаря и для читателя. Ну, для читателя инструкция совсем простая. Там, собственно, почти нечего рассказывать. А про библиотекаря немножко более подробно. В принципе, прямо по этой инструкции можно все посмотреть и уже быть в курсе того, как поступать. Но я вам, тем не менее, расскажу немножко подробнее. И тут пришло время рассказать, собственно, о том, как производится комплектование нашей библиотеки и что такое комплектование по требованию. В этом нашем продукте, в библиотеке Non-Fiction, комплектование производится совершенно по другому принципу, нежели в университетской библиотеке онлайн. Если там ВУЗ покупает некоторое количество наименований книг оптом и на определенный период, то для публичных библиотек это не очень удобно. Поэтому применен такой принцип. Любой читатель вашей библиотеки, который имеет логин и пароль, имеет первоначальный доступ ко всему составу библиотеки. Но этот доступ пока не на чтение, а на то, чтобы отправить заявку. Некоторое количество книг, которые вы считаете, как библиотекари, считаете, что будут пользоваться большой популярностью, вы можете поместить в свой фонд сразу. То есть своим собственным решением. Что касается остальных книг, то они поступят в фонд только тогда, когда ваши читатели сделают запрос на эту книгу, а вы этот запрос подтвердите. Как только вы этот запрос подтвердите, книга входит в ваш фонд на все время действия договора, включая его пролонгацию. И в этой ситуации, что я хотел бы вам сказать, что является ресурсом, что не является ресурсом. Количество выданных логинов и паролей не является ресурсом. То есть вы можете запросить, вы первоначально получаете какое-то их количество для распространения между желающими читателями. При необходимости мы их увеличиваем, если вы попросите, сделаем сколько угодно логинов и паролей. То есть количество человек, подключенных к данному продукту, оно любое по вашему запросу. А вот что является ресурсом, это та сумма, на которую договор заключен. Соответственно, в тот момент, когда читатель заказывает книгу, а вы подтверждаете этот заказ, в этот момент списывается сумма, равная цене этой книги с вашего счета. И не ранее того. Соответственно, вы при выборе книг, при выборе того, как вам поступать, акцептовать эту книгу или нет, можете исходить из разных посылов. Во-первых, вы можете смотреть цену этой книги, и если цена достаточно высока, то можете отказать. Если цена маленькая, то можете даже и не смотреть на содержание этой книги. Наверное, даже если один человек ее почитает, то ничего страшного не будет. А с другой стороны, вы можете смотреть по вашему впечатлению, как эта книга вызовет ли интерес еще у других читателей или нет. Соответственно, это на вашем решении, что делать с этой книгой, что делать с заявкой вашего читателя. Немножко подробнее. В вашем кабинете библиотекаря есть такая настройка «Порог одобрения заявок на подписку». Конечно, у вас, как у библиотекарей, много разных обязанностей, и, возможно, вы не захотите акцептовать каждую книгу. В этом случае вы можете поставить порог одобрения на подписку. Например, дешевые книги, при цене дешевле 100 рублей могут акцептоваться автоматически. То есть эти книги не потребуют вашего участия в том, чтобы быть добавленными на ваш фонд. Книги выше потребуют вашего вмешательства. И вот, управляя этим порогом, вы можете, с одной стороны, регулировать свою загруженность, с другой стороны, регулировать остаток средств на вашем счету, чтобы не израсходовать их раньше времени. С другой стороны, вы можете поступить и более жестким образом. Вы можете сами, в самом начале подписки, установить, ну, выбрать максимальное количество, может быть, даже всю стоимость договора. То есть, таким образом, вы сами определите, что читать вашим абонентам, а что не читать. Вот, так что здесь достаточно, возможно, достаточно гибкий, гибкое поведение. Да, вот порог, он может быть установлен с лагом в 100, от 100 до 1000 рублей. В кабинете библиотекаря книги, которые были запрошены, появляются в списке. И эти книги имеют, могут иметь три статуса. Одобрено, отклонено и ожидает. Вот это ожидает, это означает, что книга запрошена, но вы еще не приняли решение. Ну, наверное, тут все понятно. Если вы нажимаете на зеленую галку, значит, вы переводите книгу в статус одобрено. Если нажимаете на крестик, то переводите ее в статус отклонено. Ну, и вот тут видно типичная ситуация. Когда книги популярны и которые стоят мало, они одобрены. И вот единственная книга, которая с одной стороны дорогая, а с другой стороны вряд ли кому-то еще понадобится. Такие как вот, ну, не буду воспроизводить это название, специфическая книга достаточно. Вот, она отклонена, видимо, по той причине, что не было уверенности в том, что она еще кому-то предоставит для кого-то интерес. Остальные книги все одобрены. Ну, и две нижние книги ожидают здесь одобрения. Да, вот так это выглядит в увеличенном виде. Надеюсь, вам и на предыдущем кадре тоже это было видно. Какие еще есть возможности в кабинете библиотекаря? Есть статистика по книгам, какие книги как читались, и расставлена она в приоритете просмотров. То есть, те книги, которые больше просматривались, они находятся наверху. Вы можете задать начало периода просмотра. Конец. Ну, и можете посмотреть это прямо на экране, как вот здесь представлено. А можете скачать это в Excel в виде таблички и дальше использовать в каких-то своих документах. Наверху еще даются некоторые габаритные параметры. Сколько всего книг просмотрено, сколько страниц просмотрено и так далее. Есть список всего фонда библиотеки, то есть всех книг, которые туда помещены. Отличается от запрошенных книг тем, что запрошенные книги – это только то, что запрашивали читатели, а в фонде библиотеки могут находиться и те книги, которые первоначально внесены в фонд вами, а также находятся там по умолчанию, как бесплатные книги. Наконец, список читателей. Здесь приведены фамилии, имя, отчество, имейл и, по-моему, если не изменяет память, необязательная колонка возраст. У нас есть мобильная версия сайта и мобильное приложение. Мобильная версия сайта отличается буковкой «М». Можно просто набрать «mlib.biblioclub.ru» вместо «lib.biblioclub.ru» и попадете на мобильную версию сайта. Кроме, собственно, мобильной версии, есть еще мобильные приложения. Правда, сейчас, после серьезного обновления, которое у нас было в феврале, если я не ошибаюсь, я вчера смотрел состояние андроидного приложения. Оно в состоянии неопубликованном, но на самом деле его все равно можно скачать и использовать оно функциональное. Про другие платформы, к сожалению, непосредственно посмотреть не могу. У меня андроид, ну вот на состояние осенью они работали, насколько я помню. Ну, мы вот приблизились к концу. У нас сегодня достаточно быстрый был, быстро мы пробежались по этому продукту. Напоминаю, кто еще не знает, что менеджером данного проекта является Алексей Архангельский. Вот его координаты. Можете скачать презентацию вместе с этими данными. Кому необходимо демонстрационное подключение, обращайтесь к Алексею, он это вам сделает, и вы сможете посмотреть этот, потрогать руками этот проект. Я также хотел бы вам еще порекомендовать, если вы хотите узнать о контентной составляющей проекта чуть подробнее. У нас 12 февраля выступала Наталья Башкова, редактор издательства Директ Медиа, и она с осени является руководителем проекта данного. Вот она гораздо подробнее меня рассказывала о контентном содержании, и вот по этому адресу сможете посмотреть ее вебинар и узнать это подробнее. Ну что ж, мы сегодня с вами уложились достаточно быстро, ну, продукт достаточно простой, в использовании, по крайней мере, не по наполнению, конечно, а в использовании. Есть ли у вас какие-то вопросы? Ну, пока вы готовите вопросы, и если их готовите, я приготовлю для вас сертификаты. Это займет у меня пару минут. Не буду отвлекаться от... Не буду выходить из вебинара. Сейчас мы сохраним информацию и загрузим ее в информационную систему, которая так... Прошу прощения, что-то у нас... Так, вы знаете, я это сделаю в течение пяти минут. Что-то у меня тут не все хорошо работает, но я надеюсь, что быстро мы это преодолеем. Я хочу напомнить, что сертификаты можно будет получить по вот этому вот адресу. Так, сейчас... по вот этому адресу через пять минут. Я надеюсь, уже будет все доступно. Коллеги, ну, раз нет вопросов, благодарю вас за внимание и приглашаю на те вебинары, которые будут у нас на этой неделе. Всего доброго. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok